Каждое утро Николай Лукиш-Багрецов выходит из дома и первым делом спешит к озеру. Очень уж хочет посмотреть, что стало с его любимой треуголкой. Так славянки прозвали искусственный водоем, появившийся здесь в конце 70-х. Обычное болото со сокой, камышами, лягушками и тучами комаров в один миг решили превратить в место отдыха для жителей поселка. Славянка в 70-х переживала строительный бунт. Новые микрорайоны, дорога. На отсыпку железнодорожной ветки грунт брали с места нынешней треуголки. Образовавшийся строительный котлован очень быстро начал заполняться водой. Со дна били родники. Так появилось озеро. Дно очистили от строительного мусора и засыпали песком. Завезли этот песок, загнали трактор-бульдозер и он провалился вместе с песком. Ну, так как не было большой глубины, где-то по кабину трактор утонул. Ну, это было как бы курьезно, для некоторых может быть интересно, для нас это было печально. Потому что нужно было нести ответственность перед руководством 8-го отряда за утопленный трактор. Озеро планировалось использовать в спортивных целях. В байдарках и каноэ тогда недостатка не было. Но воплотить эту идею в жизнь так и не довелось. В начале 2000-х озеру дали вторую жизнь. Здесь высадили лотосы. И теперь треуголка – любимое место паломничества туристов со всей России. Мы сюда тянемся. Я многим ребятам говорю, там такой цветок. А на Западе многие не знают, что он вообще существует. Сейчас как раз самый пик сезона цветения лотоса. Продлится он до конца августа. Данил Макарычев, Александр Каноненко и Олег Худалеев. Панорама. Данил Макарычев, Александр Каноненко и Олег Худалеев.